Всем требованиям безопасности соответствует 70% федеральных трасс. Сегодня такие данные привели на публичных слушаниях Сибирского управления Государственного автодорожного надзора. Специалисты отчитались о работе за полгода, ответили на вопросы перевозчиков и рассказали о планах. По их словам, общая картина вызывает оптимизм. На пассажирском транспорте в этом году аварийность не выросла. Становится все больше добросовестных автопредприятий, которые получают лицензии и работают открыто. Тем не менее, нарушения есть. За полгода перевозчики совершили 25 аварий. Один человек погиб, 51 получили травмы. По словам специалистов, в сфере транспорта грядут изменения. Уже осенью те, кто занимаются заказными и детскими перевозками, должны будут получать лицензии. А значит, контролировать их будет проще. Когда будет лицензироваться транспорт, во-первых, мы уже будем владеть той ситуацией, какие автобусы есть у нас, которые желали бы перевозить детей. И кто самое главное будет перевозить. И это для нас приоритетное направление, потому что дороже жизни вообще ничего на свете нет, а дороже жизни и здоровья детей, конечно, оно и должно быть приоритетным. Эксперты и перевозчики также обсудили, какие современные информационные системы нужно использовать на транспорте, чтобы повысить безопасность пассажиров. А надзорщики рассказали, что теперь контролируют перевозчиков по-новому. Они избавили от плановых проверок добросовестные автопредприятия, чьи водители почти не попадают в аварии и соблюдают требования транспортного законодательства. А вот нарушителей, наоборот, регулярно проверяют. Стараемся разгрузить максимально бизнес законопослушный перевозчиков, которые работают в законодательном русле и понимают, что только очень четко определенные государством требования, минимальные требования для обеспечения максимального качества услуг должны быть основным критерием допуска в этот сектор рынка для бизнеса. А государство, в свою очередь, должно обеспечить безусловное исключение возможностей иного рода перевозчикам заходить на эту площадку и забирать наиболее выгодные, экономически выгодные пассажиропотоки.